Перед тем, как начать свое выступление, я хотел бы немножечко отойти сразу в сторону по поводу предыдущего выступления. И благодаря тому, что у меня уже было два гранта и есть какой-то опыт, сразу намного становится работать легче, когда начинаешь понимать, что зарегистрировавшись ИП, ты берешь на себя как бы все права, какие-то, но главная обязанность, это по уплате налога, бытовое село. И когда начинают молодые фермеры жаловаться, вот у нас некуда мясо деть, негде бычку приобрести, негде землю взять, негде... Но это наши с вами проблемы, мы пошли в бизнес, а в бизнесе сейчас под этим солнцем нет свободного места. И перед тем, как уже начать что-то, нужно очень-очень подумать, потому что можно закончить не только с плюсами, но и с очень неплохими минусами. Поэтому это надо все обдумать очень-очень серьезно до принятия этого решения. И выставляясь на грантовую поддержку, мы потом начинаем тоже рассказывать, что у нас вот некуда девать, негде брать, некуда... Но это все нужно решить до... до... Минсельхоз нам ничего не должен, мы идем и у него просим. Когда мы это начинаем понимать, сразу работать становится легче. Ты тогда удела закусываешь и вперед, и списки как бы, и под существу. Немножечко из личного опыта по земельным участкам, да, почему возникает у вас сложность с арендой тревога? Потому что при выделе земельного участка вы указываете категорию пастбища. Если вы укажете категорию земельсельскохозяйственного назначения, вам дадут эту землю в аренду на 25 лет. А после трех лет аренды у вас получится право выкупа этой земли за 15%, после 7 лет за 7% и все. Поэтому выделяя земельный участок, ставьте ему как земельсельхоз назначения. Но здесь вы рискуете совершенно другим, что как производитель мяса, то есть как бы, подавая документы на земельный участок как пастбище, немного будет там таких, которые занимаются у нас мясом. А подавая документы на конкурс как земли сельхозпроизводства, мы должны понимать, что туда выставятся все, кто в дальнейшем эту землю распашет, проверить им удовольствие. По поводу распахивания и нераспахивания, это вопрос решенный. И тем более по Сальскому району нельзя такие земли удержать от распахивания, потому что это чернозем, мы очень богатые. И как бы мы ни держали, я сам производитель мяса, эти луга, я очень много скупал, очень много в аренду взял у колхозов и у администрации местной. Но я тоже сам посматриваю на хорошие участки, что где можно распахать. Потому что это совсем другая прибыль, совсем другая. С этой же земли мы можем получить столько пшеницы, которая при интенсивном откорме, о котором Татьяна Николаевна говорила, может вам позволить на пастбищах 10 голов. А если вы его запашите и получите пшеницу, то с этой же земли вы спокойно 100 голов. Спокойно. Поэтому, как товарищ хотел сказать, что в России говорить о землях, о наших землях, да, у нас не будет таких свободных выпасов, потому что они у нас очень-очень богатые. Если у кого-то есть желание заниматься экстренсивным выращиванием этой скотины на выпасах, ну это надо переезжать туда, в более бедные, даже наши северные районы, можно туда ехать. Там сейчас 500 гектар, 500 тысяч. Пожалуйста, пасите овец, коров, кого хотите. А у нас сейчас 8,5 гектара, 2 миллиона. Это было до последних событий. Так что, как бы, совершенно разные условия, совершенно разные возможности. Вот с этого я хотел бы начать. Да, теперь по себе. Практический опыт получения государственной поддержки на сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстро растущих секторов экономики. Развитие животного роста – это рентабельный бизнес, и поддержка этой отрасли является первоочередной. С 2012 года на территории области вступила в действие государственная программа развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предполагающая использование механизмов государственной поддержки с целью создания эффективно усыгнивающих КФХ и использования их потенциала для обеспечения роста экономики сельских территорий и решения существующих социальных проблем. Для поддержки фермеров государством были введены субсидии на поддержку начинающих фермеров в развитии семейных животноводческих ферм. Благодаря им возмещается определенная часть затрат, потраченных на покупку поголовья животных. Это очень удобно для начинающего фермера. В 2013 году я решил заняться собственным бизнесом, так как в сельском хозяйстве я уже давно. Участвуя в конкурсных мероприятиях, по итогам конкурса мне был одобрен грант в размере 9,9 миллионов рублей на развитие семейной фермы по разведению овец. Когда я начинал в 2013 году этим разведением овец, у нас с пастбищами было настолько хорошо, что у нас полтора тысячи гектаров только понад трудаю. Они никому не нужны были. Хотя изначально, когда эта земля нарезалась на паи и раздавалась между всеми участниками колхозов и санхозов, у нас давалось по 8,5 гектара башни и по 0,83 лугу. И вот эти луга, которые были понарезные, на них никто внимания не обращал, и мы там спокойно в 2013 году послили. Нас никто никоим образом не трогал, мы были счастливы, 5 лет мы послили этих овец. А потом, когда земля начала дорожать, понятно, что каждый начал посматривать не только на свою башню, но и на свои логово. И у тех, у кого она попалась на хорошо выровненные территории, те, которые очень хорошо лежали на площадях, они ее начали распахивать потихоньку. Дело в том, что когда наши кадастровые инженеры, я не знаю, как в других районах, а именно в Песчанокопском районе, когда разделялась эта земля, она вся была расписана как земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому распахивать наши луга никто никому не может запретить. Она идет что башня, что луга, земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому нам даже не нужно, например, в Калмыкии мы часто встречаемся, там ездим к друзьям и с котинутом закупаем телят. И там у них на каждый земельный участок четко определена категория. Либо это башня, либо это выпаса. Вот им для того, чтобы распахать этот участок, нужно его перевести. А в Калмыкии это сделать очень сложно. У них они разрешают выпаса распахивать только в том случае, если где-то освобождаются эти выпаса. Например, они засолонились или еще что-то, не хватает башни, у них определенно вырублено. Столько у нас башни, столько пахатных. Если где-то высвободилась эта башня, она засолонковалась или ее перевели в пастбище, здесь вам разрешили немножко. Поэтому там это очень проблематично. У нас нет никаких проблем. Ты имеешь свою землю, ты имеешь свой лугар, ты загнал трактор, распахал, пожалуйста. И в связи с этим, уже следующий грант в 2020 году я брал именно на выращивание крупного рогатого скота мясного направления в условиях ферми, без выпасного содержания от корма. Потому что рисковать уже и надеяться на пастбище стало не как... Хотя мы успели очень, я уже сказал, что успели очень много и пастбищ выкупить, и в аренду взять. И мы на них уже посмотрим с такой же стороны, что, где, чего есть хорошего, мы это однозначно расплашим. Этот процесс не остановить, он идет и будет. А что вы видите, что по поводу водоохранной зоны, там-то скотину нельзя бы поставить. Рядом с прудами и скотину поить из прудов нельзя, поэтому вы на те земли даже не смотрите, они не предполагают там выпасы. Так что хоть и расплашут их, хоть и не расплашут, вам все равно там нельзя просить. От всего за на тропу есть. Не может быть, на водоохранную зону даже машины заезжать нельзя. Но не везде. Ну, это по закону, не будем о вас везти, не везти, сегодня вы заезжаете и косите, завтра вас оттуда турнули, на это надеяться как бы нельзя. Вот. Так. Ну, на этом я хотел бы закончить. Вкратце. Да, так. Вот у вас, как мы предварительно с вами говорили, тут интересное направление, мне кажется, вы занимаетесь мясным сготом. Как правило, это, вот скажем, в кооперативе развильном известном, да, они занимаются только кормом. И закупают молодняк, ездят вплоть до Лавенбурга, привозят его оттуда, для того, чтобы потом откормить и реализовать. У вас появилось направление собственное, маточное стадо. Это очень интересно. Вот какую потребность кооператива обеспечиваете собственными телятами? Ну, ну, не у меня, а у отца. Но я хочу как бы немножечко пояснить, что у меня и я, и отец, и брат, мы все занимаемся как бы животноводством. Но у отца, например, стадо Ерефорта, 160 голов, они брались в родине, в знаменитом Ставропольском колхозе. Это племенное хозяйство, очень красивое стадо. Это все деление, как бы, ну, больше на бумаге. Мы все занимаемся и откормом, и этим стадом. На данный момент очень мало мы замещаем своими пополовьем. Потому что, ну, у меня грант предполагает 170 голов бычков. Из 160 голов, которые держит баба, ну, во-первых, они идут пополам, бычки-телочки, во-вторых, они не дают стопроцентный выход, ну, пока мы в стадии развития. Это очень интересная тема, очень интересная тема. И при любом раскладе, вот мы считали, экономия до 25% на покупке и на собственном производстве. Ну, тоже пользу собственного производства данных. Тут тоже нужно оговориться, что процесс с лугами, он-то неминуемо наступает. И поэтому именно масочное поголовье держать на откорме, ну, это, как бы, пока, я не думаю, что будет в сторону. Ну, дело в том, что именно наш колхоз, он идет по берегам Рыб, и там очень много у нас оврагов, очень много неудобий, те, которые распашутся, ну, в самую последнюю очередь. Вот я всем говорю, вы не смотрите на хорошие луга, вы смотрите на луга, посеченные, которые, бывшие колхозы, силостные ямы, где больше кухон, где больше ям, где нужно, где больше уже лесами они закрыты. Вот на эти лугары, ну, очень нескоро начнут претендовать, ни колхозы, ни фермеры, ни... Поэтому они сейчас брошены, они даже не выделены. И практически, практически их на них никто... Ну, а чего вы тогда боитесь, что их кто-то трогать? И через три года они никому не нужны будут, и через десять лет. Просто, если вы берете такие угодья, я вам еще раз говорю, берите их как земли сельскохозяйственного назначения. Через три года вы их выкупите, и будете собственными. Вот и все решение. Объединяйтесь контактами с Вадим Александровичем, с Игорем Алексеевичем, и попробуйте действовать вот так, как действует... Вопросы у кого есть к Игорю Алексеевичу? Из районов нет? Нет, нет. Игорь Алексеевич, спасибо. Спасибо, успехов вам. Спасибо. У нас следующий спикер, заключительный на сегодня, это кооператив Хорошилов Сергей Сергеевич. Пожалуйста, проходите к трибуне.